Теперь ещё, наверное, нам имеет смысл поговорить о героях ваших произведений, потому что это очень важная вещь, очень важная составляющая драматургии, каков ваш герой, а точнее, каков его характер. Существует два основных типа истории, которые нам рассказывают, хоть в мультфильмах, хоть в фильмах, хоть в сериалах. Это либо история, которая держится на самой истории, наш интерес прикован прежде всего к необычной истории, либо второй вариант кинорассказа, это когда история довольно заурядная, но настолько интересны герои, что нам не важно, что даже с ними происходит. Нас так очаровывают их характеры, что даже какие-то простейшие бытовые их поступки нам всё равно интересны. И так может длиться часами. Сотни серий могут строиться на том, что герой просто живёт. Вот он живёт, он идёт чистить зубы, потом завтракает, потом идёт на работу и так далее. Какой тип истории вам ближе? Это опять же надо разобраться в себе, может быть. Если у вас есть очень интересный персонаж в жизни, вот прямо вот типаж, который вы знаете, которого или которую вы знаете, и вы хотите поделиться с миром вот этим необычным характером, вот это прекрасный повод тоже рассказать историю. Кто-то может быть даже скажет, да я и есть тот самый персонаж, я же себе и буду снимать. Может быть это немножко самонадеянно, а себе сложнее, себе самим оценку давать. Да, вот со стороны смотреть на людей, на близких людей, это всегда более, наверное, объективно. Хотя и тут всё не так просто. Ну ладно, в любом случае, характер это ценнейшее качество персонажа, неважно на чём будет акцент вашей истории, на самом действии или вот именно на персонаже. То есть вы находите некий пример человека, обладающего и хорошими, и не очень хорошими качествами. И вот тут, если мы определяем тип персонажа, тип главного героя, значит мы опять же должны для себя определять, кто этот герой. Это просто герой, а может быть даже герой в буквальном смысле слова, героический человек, совершающий геройские поступки, выходящие за пределы заурядного бытия. В наши дни это бывает, правда, крайне редко, потому что героизм не свойственен нам каждую минуту, даже каждый день или даже каждый месяц. Иногда человек может прожить жизнь и ни одного геройского поступка не совершить, а может наоборот довольно часто совершать. Есть люди рискованных профессий, там МЧС или спецназ, который борется с преступностью, и причем такой преступностью, рядом с которой злодей из Васи Куролесово, это просто детский лепет, понимаете. Это геройская жизнь. Но мы можем показывать этих героев периодически и вне их героизма, показывать, как они отдыхают, как они там ездят на пикник. Правда, если честно, некогда героям ездить по пикникам. Чаще всего у них прямо, они прямо на расхват. Только что они справились с одной проблемой, спасли людей в одной ситуации, тут же их зовут на другую ситуацию. На этом, может, тоже целый сериал из жизни геройских людей строится. Ну, я в данном случае вспоминаю пример фильма, который люблю уже очень давно. Он снят в 90-х годах еще. Называется этот фильм «Скорость». «Скорость» Киану Ривз играет главного героя, такого вот как раз спецназовца. Я не знаю точно, как это американское подразделение называется. Но, в общем, на протяжении фильма он все время геройствует. У него даже личной жизни практически не остается. Он все время должен кого-то спасать. В прологе он спасает людей из лифта, которые застревают. Злодей там, значит, лифт этот хочет серьезно повредить. Потом спасают. Потом он большую часть действия, это уже перипетии основного сюжета. Киану Ривз спасает людей из автобуса заминированного. Автобус, представьте себе, тем же самым злодеем. Заминирован так, что если скорость движущегося автобуса с пассажирами снизится меньше, чем, не помню, там, 60-ка, по-моему, километров, то автобус взорвется. Злодей шантажирует власти, требует денег за то, чтобы он не взрывал этот самый автобус. Киану Ривз опять здесь, опять его прямо на ходу, что называется, в движущийся автобус направляют. Он там помогает людям держаться до поры до времени. И при этом большую часть действий автобус мчится, 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 преодолевая всякие препятствия. Мы все время переживаем, а как не переживать? Конечно, очень нам страшновато, это триллер такой. И вот герой Кино Ривза все время геройствует. На то он и герой, да? Геройствует в начале, геройствует в середине, геройствует в финале. Там даже в эпилоге фильма, там есть эпилог, такая маленькая история напоследок. Даже в ней ему еще третий свой подвиг надо будет совершить. Вот такой герой Кино Ривза, он именно идеальный герой. Таких очень редко мы можем встретить в кино, потому что чаще все-таки у героев есть какие-то слабости. Есть какие-то маленькие, а может быть даже зависимости, какие-то нехорошие, вредные привычки и так далее. Курение, допустим, героя, это одно. А если он попивает этот герой, это уже посложнее, это уже посерьезнее. А если уж тем более он наркоман, что, конечно, мало соответствует образу героя, то это уже совсем третье, да? Вот мы живем, опять же, в такие времена, когда в кино все меньше идеальных героев. Но есть герои, которые, несмотря на свои вредные привычки, несмотря на кучу проблем, решают как раз вопросы других людей, житейские вопросы, да? Кто-то спасает людей в больнице, кто-то спасает во время стихийных бедствий, но при этом мы понимаем, что это живые люди. И у них действительно есть время, не то что время, им нужно, вот именно что нужно, иногда ездить на пикники. Иначе их родные их перестанут любить, скажут, что ты папа или ты там брат дорогой, так уже во время своего спасения других себя так тратишь, что на нас времени не остается. Это нехорошо. Да, и герои, поэтому считают, что да, я во что бы то ни стало должен поехать на этот пикник. Он будет там скрипеть зубами, он будет там неинтересно, но он будет выполнять долг перед семьей. И тут начнется пожар во время пикника, где-то там на соседней поляне. И получается, что даже туда, куда он поехал, и там ему все равно придется геройствовать, да? Это опять же, кстати, одна из таких типичных ситуаций детектива. Персонаж, который является вольно или невольно каким-то сыщиком, следователем, даже когда он едет там на свадьбу какую-нибудь, или на похорон, обязательно там тоже преступление произойдет. Если где-то появился Иркюль Пуаро, приехал отдыхать в какой-нибудь пансионат, значит все, надо срочно туда уезжать поскорее, значит тут скоро кто-то погибнет, и Иркюль Пуаро неслучайно приехал. Это уже, конечно, такой парадокс, да, странность сюжета, но куда же деваться. Если у героя, который по-прежнему герой, который нам по-прежнему симпатичен, но у этого героя недостатков, ну как минимум столько же, сколько положительных качеств, а иногда даже больше, чем положительных, тогда такого героя могут называть антигерой. Антигерой. Ну заметьте, слово герой не исчезло. Приставка анти означает, что это герой, который, ну вот, как я уже сказал, проблемный герой, да, он борется не только с проблемами другими, других, но и с собственными проблемами, а иногда не борется, да. Вот Шерлок Холмс, Шерлок Холмс, сегодня у нас такой детективный уклон, но детектив ведь все-таки жанр-то интересный. Вот Шерлок Холмс человек, с одной стороны, идеальный, да, это идеальный мозг, у него все там по полочкам разложено, он великолепный эрудит, он много чего знает. Правда, он знает в своей конкретно такой криминальной среде, что называется, в среде, в которой вокруг него страшные люди находятся, да, он разбирается в преступности. Он борется с ней, да, вот с Мариарти, да, вот Мариарти, это его вечный враг, ну не вечный периодически, в разных фильмах он его отправляет куда-то далеко и надолго, но Мариарти появляется снова и снова, вроде бы, казалось бы, вот в фильме с Робертом Дауни-младшим, он, значит, вместе с Мариарти падает на дно водопада. А потом появляется сериал Шерлок, и в Шерлоке Мариарти снова жив-здоров, совершенно не похож на другого Мариарти, да. В фильме с Дауни-младшим Мариарти не молодой и с бородой, а в фильме с Камбербэтчем Мариарти молодой, без бороды, ну такой же злой, такой же мрачный тип. Ну к чему я это все говорю? Все-таки, как бы ни было много недостатка у главного персонажа, за что-то мы должны его любить все равно, он должен нам быть симпатичным, иначе тогда нам неинтересно будет за ним наблюдать. Есть, конечно, еще более такие сложные типы характеров, но по-прежнему симпатичные. Это так называемые трикстеры. Слово трикстер, вот вы сейчас увидите на экране. Кто такой трикстер? Трикстер это персонаж, который может быть даже и не главным героем, и не выполнять функции, скажем так, положительного героя. Но все-таки трикстер не должен быть так называемым антагонистом. Антагонист это тот, с кем борются главные герои. По отношению друг к другу, хороший и плохой персонажи это антагонисты. Но по отношению к главному герою, к хорошему, в кавычках, да, злодей будет антагонистом, в свою очередь, тоже. Кто же такой трикстер? Это тот, кто может быть между ними находиться. Это такой плут, это такой хитрец, это такой человек, который думает о своих интересах. Он может помогать и злодеям, а может помогать и хорошим персонажам. Ну вот, наверняка вы, друзья, знаете такой мультфильм под названием «Зверополис». В «Зверополисе», как вы помните, там есть главная героиня. Это зайчиха, которая решает стать сотрудником полиции. Не просто полиции, но такой, с преступностью бороться. Хотя, казалось бы, зайчиха, какая ей борьба с преступностью? Ну вот она, отважная зайчиха. Кого она встречает, когда приезжает в большой город? Она встречает как раз трикстера, она встречает лиса. Помните этот замечательный, незабываемый, я бы даже сказал, персонаж? Такой городской шалопай, парнишка-лис, который видит, насколько простодушна эта провинциальная зайчиха. И пытается даже по мелочи, но все-таки каким-то там мухляжом, обманом, что-то там, значит, воспользоваться ее наивностью. Но в какой-то момент, поскольку там есть и представители сил зла, условно говоря, да и не условно, безусловно, да, то лис, этот плут, примыкает все-таки к главной героине, а вместе с ней начинает бороться со злом. Хотя ему непросто, он, может быть, и не хотел бы ввязываться в этот конфликт. Но вспомните этот мультфильм, это вот пример, на мой взгляд, достаточно такой показательный. Трикстеры очень оживляют действия. Трикстеры добавляют, как правило, юмора, добавляют какой-то, ну, жизни добавляют, потому что там, где есть юмор, это всегда жизни. Некоторые авторы, вот, кстати, друзья, я вас очень прошу, не старайтесь казаться умнее или серьезнее, вот особенно серьезнее. Лучше пусть вы будете казаться несерьезными, но вас будет интересно смотреть, чем наоборот, понимаете. Так вот, да, Трикстер всегда оживляет, и, конечно, есть еще один пример, вот, можно сказать, уже в заключении сегодняшнего разговора, я еще один известный вам уже давно пример приведу, это, конечно, Джек Воробей. Джек Воробей из сериала «Пираты Карибского моря», где, как вы помните, есть формальные такие, и, опять же, по-настоящему действующие положительные герои, да, вот там Орландо Блум, один из них. А Джек Воробей вроде бы при нем, он вроде бы как бы не основной персонаж, но, правда, в самых первых сериях. Потом этот герой настолько полюбился зрителю, что из Трикстера он уже переквалифицировался, можно сказать, в антигероя. А если антигерой, так это уже герой, да, пусть и с кучей недостатков. И вот таким образом бывают случаи в кино, особенно с продолжениями, когда второплановый персонаж, очень колоритный, такой запоминающийся, так потихоньку вытесняет других персонажей, становится главным героем. Такие герои, конечно, всегда интересны, пусть они и состоят из кучи, там, недостатков, да. Ну, а уж какой пример я могу вам привести еще, из более, еще более раннего детского чтения или из детского кино, мультипликации, это, конечно, Незнайка. Незнайка, который один из немногих персонажей советской литературы, советской мультипликации, до сих пор с нами, и взрослые не забывают этого персонажа, не только дети. Почему? Потому что, хотя он и балбес, хотя он и шалопай, и в этом смысле он похож на Лиса из Зверополиса. Но только Лис, конечно, куда хитрее. Незнайка, не случайно же у него такое имя, Незнайка, да, он еще и не шибко грамотный, что называется. Вот для этого надо один из классов, друзья, закончить все-таки, хоть и тяжело, да еще и в наши дни, да, но образование это все-таки важная вещь, в том числе и для будущих кинематографистов. Итак, мы поговорили о строении, драматургическом строении фильма, отметили главные составляющие и моменты. Правда, не забываем, что я сейчас рассказывал именно о кино для массового зрителя, для всех, почти для всех. Артхаусное кино, то есть кино не для всех, оно иногда может пренебрегать этими важными элементами. В артхаусном кино может не быть финала, да. Изредка, но бывает такое. То есть зритель действительно должен так напрячь голову, чтобы самому предположить, чем закончилось. Вот, или может не быть какого-то другого элемента. Но я предлагаю пока сосредоточить свое внимание на азбучных, и не надо этого слова стесняться, да, азбучных элементах драматургии. То есть изучив азбуку, вы научитесь снимать нормальное, вкусное, вкусное кино. Вкусное кино всегда интереснее кино без финала. Спасибо вам за внимание. До свидания.